Ряса Надо пошить из простого материала, не химического такого Да, сейчас Аллилуйя Да, друзья, приветствую всех, кто подключается Уже 6 утра Есть, да, слава Богу Аллилуйя У меня маленькое чудо Сегодня Утром произошло, спасибо Господу Аппаратура не работала Представляете, буквально за 5 минут до эфира Все заработало Короче, я уже думаю, ну что делать, не знаю Придется, камера-то есть, запишу видео А потом уже выставлю, думаю Ну раз так не получается у меня И представляете, буквально за 5 или даже Ну за 7 минут где-то, 6-7 минут до начала эфира вдруг все заработало Думаю, слава Богу Спасибо тебе Господь С утра такое маленькое чудо, но очень приятное Аллилуйя Сейчас смотрю, если уже подключается у меня все Да, все, все работает Слава Богу Так что, друзья, приветствую всех Во имя Господне Вот Слава Богу Кто подключился, кто подключается, всех приветствую Во имя Господне, во имя Иисуса Христа Аллилуйя Шалом, Бог нас любит, остальное не важно О Да Хорошее слово Да Остальное все не так важно на самом деле Как именно То, что Бог любит нас Сегодня слушал утром вот эти песни Потрясающие песни Спасибо Господу за братьев Вот Симон Хорольский С друзьями Инфрэнс Вот Дай Бог здоровья и вдохновения Большего и большего Рабу Божьему Симону Хорольскому Нашему брату Возлюбленному Да, я с удовольствием слушаю его песни И до слез Знаете, вот И есть песни такие у него очень Он берет старые песни Их некоторые по-новому обрабатывает Там В кантри Мне очень понравилось Ну, это по моей душе Кантри мюзик Крещен кантри мюзик Я обожаю просто Кантри мюзик Вот И он На небесной перекличке На небесной перекличке На небесной перекличке Там по милости Господней буду я Аллилуйя Я, кстати, первый раз услышал эту песню Мне показалось На небесной электричке На небесной электричке Там по милости Господней буду я Там пели Просто Пели там бабушки Там как бы Они Ну, как-то Да еще С таким черниковским акцентом В Брянской области Что Как бы Это было похоже на Не перекличка А и ветрички Вот И там они говорили Не секта Православные Они говорили не секта А секция Секция какая-то Секция какая-то Вот Симон Харольский Молодец Он берет Вот рекомендую всем братьям Всем друзьям Своим Я рекомендую Я часто делаю перепосты Вот И выставляю Молюсь за Симона За всех братьев Сестер Что вместе с ним Кто поддерживает его руки Сейчас Дай Боже Чтобы Тысяча таких Симонов Поднялось Сегодня В христианстве Русскоязычном Украиноязычном Вообще Чтобы На постсоветском пространстве Чтобы звучала Хвала Господу Вот сейчас Перед тем Как начнем Да вот молиться Сейчас вместе Помолимся То Послушаем Шалом Сережа Доброе утро И стулы Шалом Всем Шалом Иночка Детки Внуки Коты Всех приветствую Шалом Послушаем Послушаем Субтитры 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 Написано Интересно Здесь И очень важно Господь Благослови Нас Тот Обед Вспоминаем Иисус Он Я думаю Был хорошим Поваром Он Очень вкусно Готовил Это точно Вот И когда Ученики Он Когда Воскрес То Являлся Ученикам И Один момент Такой Очень красивый Такой Мне нравится Очень Вот Он Когда Ученики Его Они Рыбачили Ничего не поймали Возвращались И Иисус Спросил Есть у вас что Покушать А потом Они увидели Кое-что Они увидели Приготовленную Рыбу Иисус Для них Приготовил Я думаю Он Очень вкусно Запек Эту рыбу Запек Ее Пожарил Печеная рыба Да Значит Его Любимая Еда Как мы Видим Да Из писания К нам Воскрес Тоже поел Печеной рыбы И меда Когда Воскрес То Он спросил Они никогда не верили Еще В другом эпизоде Что Это он Думали Это призрак Ну чтобы Рассеять их Сомнения Он Говорит У вас есть что Покушать Ребята Братья Говорит Ну вот Только печеная рыба И мед И он Это поел Вот Кстати бабушка моя Вот которая Еврейская Она тоже готовила Рыбу Запекала А потом Перед подачей Ее Медом заливала Очень вкусно было Кстати Я не знал Откуда Такой рецепт Вот Оказывается Это старый Такой добрый Еврейский рецепт Как бы Вот Вот так вот То есть Острая рыба Соленая рыба Да значит И сверху заливается Еще медом Обалденно Вообще Очень вкусно Вот Иисус тоже угощал Такими Как в Украине Говорят Смакологами Такие смакологи Такие рыбные Смакологи Вот И Интересно Ну Перед тем Написано В 21 Главе Иоанна С 12 Стиха Читаю Иисус Говорит им Придите Покушайте Обедайте Из учеников Никто Не смел Спросить его Кто ты То есть Он был Настолько Преображен Настолько Его даже Физическая Вот Составляющая Да Настолько Была Преображена Что Он был И похож На себя И не Похож Одновременно Он был Похож И не Похож И даже Как бы Они Ну Он Не он Но никто Не осмеливался Даже Спросить Кто ты Зная Что это Господь Интересно Что Откуда Не знали Да Их сердце Подсказывало Физически Они Не совсем Могли Его Узнать Он Очень Сильно Изменился Потому что До Смерти Своей До Воскресения Иисус Был Вообще Совершенно Ну Не как В кино Показывают Знаете ли В фильмах Иисус Показывают Такой Иисус Такой Крутой Такой Там Идет толпа Народу Там Дураку Ясно Где Иисус Там Любой Человек Скажет Вот это Иисус Точно Он В таких Одеждах Он Как бы Ну Как бы Сразу На виду Там Как бы Знаете ли Совершенно Точно Можно Знать Что это Иисус Там Как бы Все Ясно Но В реальной Жизни Конечно Иисус Был Совсем Другой Не было В нем Ни вида Ни величия Настолько Его внешность Была Заурядной Обычной Еврейской Заурядной Личностью Внешностью Что Даже Те Кто Видели Его Не раз Ну Порой Представлялось Как бы То есть Знаете Есть такой Типаж Человеческих Лиц Да Я как художник Это говорю Вот Я портретом Мало занимался В основном Пейзажем Но Когда Портреты Делаем Да То Есть такие Ярко выраженные Лица Такие Типажи Такие Допустим Вот В изобильном Поселке Изобильном Значит Ставрополь Ставропольский край Ну Это было Еще когда Вот 83 Год 84 Год От училища Художественно Мы ездили туда На это Как Стройотряд Назывался Стройотряд Да Да 84 Год Да По-моему Да 84 Год И Значит И Да И там Директора Какого-то Совхоза Выступал Вот Перед нами Ну Мы там С разных Стройотрядов Были Нас на эти Кабачки В основном Посылали Кабачки Помидоры Вот Значит Там Прочие овощи Собирать Значит И Вот Вот Так Вот Так Строотряд На Пару Месяцев Вот И Выступал Там Директор Какой-то И Я Прям Не знаю Заинтересовался Его черепом Вот Типаж Потрясающий Вообще Лобной части Фактически Нет Огромные Надбровные Дуги Массивная Челюсть То есть Вот Череп Как Неандертальца Знаете Правда Лицо Чуть Вытянутая Часть Это Носовая Часть Вытянутая Вот Но Сам Череп Лица Ну Как Форма Лица Череп Видно Было Он Такой Как Показывали В этих Атласах Рисует Так Сейчас Не могу Принять Звонок Да Алло Сейчас Не могу Сейчас Трансляция Давай попозже Тогда Вот Через Через полчасика Через часик После трансляции Тогда Хорошо Шалом Вот И Просто Вот был звонок И уже тогда уже Звонки все Потому что я с телефона Трансляцию делаю Никак не получается У меня По другому Значит Потому что Ноутбук Он Что-то у меня В этом плане Не Не Работает Так А что-то нету связи Почему-то Пишется Так Перезагрузка Нужна Перезагрузка Вот Так Ага Я понял Аж Когда отвечает Звонок То Все Зависает Придется Делать Перезагрузку Вот видите Учусь Учусь Этому Делу Учусь Этим Трансляциям Аллилуйя Так А здесь Что-то у меня Совсем Зависло Если идет Трансляция То Маякните Кто-нибудь Пожалуйста Сообщите Потому что Что-то у меня Это Я Не вижу Идет ли трансляция Или нет Так Вот Сейчас Такое Искушение Небольшое Ну буду знать Теперь Что Оказывается Нельзя Я как-то Отвечал И И Все было Нормально Так 0 3 15 Утренняя Молитва В киевской Архипископии Так Попробую По новой Включиться Надеюсь Получится Сейчас У меня Утренняя Утрен 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 Я странник на земле Так, если оказывается Вот Ну, даст Бог получится Так Сейчас посмотрим А, есть Пошла трансляция По новой включил Трансляцию А здесь Сейчас посмотрим Спасибо, Господи За эту возможность Выходить в эфир Да, слава Богу, друзья Слава Господу, что Вот, наладилось И вижу, что идет трансляция Слава Богу Надеюсь, снова подключитесь Как раз, дорогие друзья Я аж хочу продолжить И вот Я говорил И хочу прочесть из Евангелия от Иоанна С 21 главы И говорил о том, что Иисус Он действительно Преображенный Преображенный Иисус Его не узнавали Но сердца Учеников подсказывали Что это Он Что это Иисус 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 говорит им Придите Обедайте Это Иоанна 21-12 Иоанна 21-12 Придите Обедайте Из учеников Уже никто Никто не смел Спросить его Кто ты Зная Что это Господь То есть Они действительно Увидели Хотя вот Значит Не глазами Будем так говорить Но сердцами Своими Своим духом Своим сердцем Они увидели Что это Господь Удивительно И поэтому Друзья Когда Даже Физически Глазами Мы Не можем Увидеть Что-то Да То Уж Сердце Наше Оно видит И порой Видит лучше Лучше Чем Наши глаза Много раз Убеждался В этом Много раз В этом люди Многие убеждались Да все Наверное Так или иначе Все верующие В этом убеждаются Что Сердцем Мы видим Лучше Просто Привыкли Больше доверять Конечно Глазам нашим Но вот Иисус Он видимо Ученикам Своим И в этом Преподал Такой урок Очень важный урок Урок того Что Действительно Именно Надо смотреть Не просто Глазами И слушать Не просто Ушами Надо Слушать И видеть Сердцем Духом Святым Своим Духом Своим И Духом Через Духа Святого Который в нас Поселяется Он делает Наши Глаза И Уши Духовные Да Открытыми Вот Я в этом тоже Много могу Свидетельствовать Просто Даже времени Не достанет Чтобы Обо всем этом Рассказывать Действительно Это Великое Чудо Слава Богу Так Аллилуйя Спасибо тебе Господь Благослови Сейчас Попробую Сделать Ссылку Потому что Мои Что-то Не подключились Так Сейчас Попробую Подключиться Попробую Вчера Загрузился Эти Видео Нашел Много Старых Видео Оказывается У меня Их Действительно Много Которых Еще Не Загружал И Я Постараюсь Все Их Загрузить Открыть Открыть Но Нужно Конечно Если трансляция Делать Желательно Конечно С кем-то Чтобы Кто-то Помогал Потому что Одновременно Смотреть за аппаратурой Тем более не специалист Такой Чтобы Вот так вот Знаете ли Ну ничего Вроде получилось Возобновить Трансляцию Друзья А Ссылочку Ссылочку Сделаю сразу Да Чтобы Народ мог Видеть Потому что Чтобы Мои Подключились Аллилуйя Инна Журавлева Есть Аллилуйя Так Друзья Вот И Я говорю О том Что Вот Здесь Великий Урок Смотреть Не просто Физическими глазами Да Не просто Физическими ушами Слышать Можно иметь Уши И слушать Но не слышать Вот как Люди даже неверующие Замечают Да Они порой говорят Да ты не слышишь меня Ты не слышишь меня О чем я говорю Я повторяю И ты не слышишь Вот часто люди Когда одна эмоция Так вот Они ее Говорят Почему говорят так люди Я Вот понимаете Вроде они близко Друг с другом Но они громко говорят Почему Неужели тот не слышит Нет Он просто Кричит На другого человека Допустим Потому что Душа его кричит Он хочет Быть услышанным А тот человек Он рядом Хотя близко Но не слышит Вот Имеет уши Он слушает его Но не слышит его Вот И В еще большей степени Мы верующие Это осознаем Потому что Бог Он рядом И он кричит Порой Он говорит Громко Говорит А мы не слышим Потому что Наши уши закрыты Вот И Спасибо тебе Господь Спасибо Так вот Иисус действительно Он Своим ученикам Преподал В этот момент Потрясающий урок Потрясающий урок Слава Богу Я читаю Я читаю Из Евангелия От Иоанна С двенадцатого Ой Двадцать первого Раздела Двадцать первого Глава С двенадцатого Стиха Иоанна Двадцать Двенадцать Еще раз Начинаю Кто подключается То извиняюсь За технические Там Такие неполадки Как бы И Я не такой Специалист Хороший К сожалению Учусь Учусь Вот И Теперь буду знать Что с трансляцией Одновременно Вот Нельзя включать Звонок Такой Отвечать Вот И Надо наверное Отдельный телефон Кстати Отдельный Именно для трансляций Чтобы там не было Симки Никакой Ни звонков Ничего Вообще И Больше ничего Только вот одно видео И трансляции Вот Кстати Хорошая вещь Поэтому Если Киевляне Или кто В Киеве То Значит Или кто может Переслать С Украины Допустим Новой поштой Можно переслать Смартфон Да Смартфон Пусть даже БУ Но чтобы Рабочим Было состояние Я его туда Приму С благодарностью Богу И Буду использовать Его как раз Именно Для трансляций Нужно Потому что Для звонков Это отдельный телефон Для трансляции Другой нужен телефон Так Ладно Сейчас Не об этом Надо написать Об этом Тоже в социальных сетях Наверное Я думаю Вот О великом уроке Который Я верю Бог преподал Своим детям Иисус говорит им Придите Обедайте Из учеников же Никто не смел Спросить его Кто ты Знаешь Что это Господь Друзья Я вот Еще раз Повторю Что действительно Вот В фильмах На иконах На картинах Иисуса Всегда Выделяют Так Что Он На самом виду Я тоже Писал Рисовал Картины Иконы Вот Изображая Иисуса Фильма не снимал Хотя Поступал На режиссерские курсы Институт кинематографии В Москве Горького Ну давно Еще Это было В конце Восьмидесятых Еще Вот И Правда Так и не учился Потому что документы Я все перевез В семинарию И передумал Уже в последний момент Значит Пошел в семинарию Хотя Мое сердце Было изначально там Но Я еще Думал Наверное Буду снимать кино Документалку Именно Краткометражные фильмы Именно Как бы Показывая Вечность Во временном Говоря о Боге Не говоря о нем Напрямую Вот Именно В таких образах Прообразах Была моя мечта Ну Бог даст И осуществится И вот Если бы Даже И снимал бы Я фильм Краткометражный Сейчас Такая эпоха Краткости Такой Краткость Сестра Таланта И Краткость Востребована Сегодня Как никогда раньше Сегодня Большие Новостные сообщения Там Значит Большие Там Проповеди Мало Кто читает И слушает Вот Сегодня Краткость Сестра Таланта И краткость В духе Времени Действительно Потому что Сегодня Люди Мы смотрим Уже на таланта Непосредственно На дары Смотрим на то Что человек несет На что Что он Что он Говорит И мало кто Вникает в большое Глубокое Такое Это как бы Отдельный труд Души Вот Поэтому Если Краткометражный Я бы снимал бы Фильм об Иисусе То есть Пару сценариев Таких Интересных Пару идей Таких Точнее даже Говорить Набросал Кое-что То там бы Иисус Был бы Вообще Фактически Невидим То есть Фильм об Иисусе Короткометражный Но Он там В толпе Его не видно А действие видно Вот такая идея есть И картина Которая Представляется Как художником Вот если Живописное полотно То Иисус там Но Иисуса И не видно Фактически Потому что Он был Действительно Такой Что Ну так По-человечески Говоря Невзрачный Заурядное Лицо Такое Обычный Типаж Еврейский Что даже В толпе Его и не видно Было И не слышно Особенно Ну может слышно Но не видно Вот И что Даже люди Которые видели Его не раз Им требовалось Специально Ближайшего Ближайшего Ученика Значит Помощь Что кто подошел И поцеловал Его непосредственно Дал знак Что это он Именно Непосредственно А не кто-то другой Потому что Многие ученики Его так понимаю Были Ну Такие же Даже еще И может еще И краше И лучше Выглядели Вот А когда Иисус воскрес Он Он видоизменился Вот Даже Знаете ли Даже вот говорят Вот например Лицо Лицо Даже если оно И не сильно красивое Или вообще Даже может оно Непривлекательное Некрасивое Вот я Смотрю Да вот Удивительно Но если человек Счастлив То это Самое лучшее Вообще Облагораживание Лица Косметика Или что-то Еще там Макияж Говорят Да вот Лица Самый лучший Макияж Это счастье Потому что Это Знаете ли Это 99% Успеха Насчет портрета Если это Счастливое лицо Доброе лицо Счастливое лицо Это успех Даже если Плохая прорисовка Даже если Цветовая гамма Неправильно подобрана Там и много всего Всяких погрешностей В портрете Но если это Счастливое лицо Доброе лицо То это просто Восхитительно Сразу Это подкупает Моментально Шалом Иночка Шалом Да Таню Поздравляю Сегодня Сегодня нашей Дочери Средний День варенья День рождения Благоставляю Танечку Нашу Она родилась Здесь В Киеве Неподалеку Отсюда Я сейчас На Киото А мы жили На Малышка И Как раз На Попудринка Там где Роддом Где Таня Рождалась Родилась Наша Таня Там я буду В воскресенье Проводить Семинар Вечером В воскресенье В это воскресенье Вечером уже Вот Так что Даст Бог Зайду К Роддому Подойду Там Пару сделаю Селфи Вот Я не знаю Сейчас работают Не работают Роддом Вот там Старое здание Такое Вот значит Но построили Там новую церковь Протестантская Большая церковь Называется Собор Христа Вот И там Много церквей Собирается Порядка 20 17 По списку Плюс еще Две мессианские Общины Ну да Получается 20 19 или 20 Общин Церквей Собирается Там Ну и Вот В 20 Или 21 Там буду я По милости Господней Хотя бы Изредка Там буду проводить Тоже Семинары В это воскресенье Вечером И Следующие Не помню А Следующие Тоже Следующие Тоже Вечером Буду проводить Вот А С 31 Марта По 7 Апреля Буду В Кривом Роге Вот Молитесь о поездке Потом снова В Киев Возвращаюсь Ой Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо Благодарю тебя За доброе утро Это Спасибо Спасибо Я дочитаю Этот фрагмент Иисус Приходит Берет хлеб И дает им Также и рыбу Ну Ладно Я Спасибо Спасибо Что и наши Сердца Благостовляю Буду В гостях Вновь У моих друзей В церкви Дом хлеба Дом хлеба Спасибо тебе Господь За дом хлеба Спасибо тебе За кривой рог Спасибо тебе Боже За Это Духовное пробуждение Господь Божий В кривом роге И по всей Украине И здесь На берегах Днепра Во имя Иисуса Христа Здесь В Киеве Боже Слава тебе Господь Благостови Украину Благостови Господь Божий Всех нас Во имя Иисуса Аллилуйя Аминь Благостови Сегодня хлеба Преломления Причастия Ивхаристию Хлеба Преломления Причастия Тела и крови Господа нашего Иисуса Христа Я приготовил Здесь Такую Проскомидию Так Сейчас А вот у меня Салфеточки есть Проскомидию Такую Приготовил Извиняюсь Проскомидия Это есть Приготовление Приготовил Хлебопреломления Приготовился К причастию У меня чаша Я здесь Налил Немного Разлил Вот И У меня хлеб Остался хлеб Еще Как он называется Фатир Фатир Вот И Ну конечно Не то главное Какой мы хлеб Используем В причастии Хлебопреломления Главное Как мы это Видим С верою В Господа нашего Вот мне такой Фатир Вот удивительно Он Сколько дней Лежит Он Уже несколько дней И Он И не черствеет И Он это Не портится Я даже Проверяю обычно Вот лаваш Допустим Ну по разному Все готовят Беру Допустим Лаваш И оставляю Его там На неделю Допустим И смотрю Если там Нет никакой Ни зелени Ничего там Он как бы В хорошем состоянии Через неделю Через больше чем Неделю То я говорю Это хороший Лаваш Понял Это правильный Такой Фатир Вот И Самое главное Наше рассуждение О теле и крови Господа нашего Иисуса Христа Вот это самое основное Это есть причастие Самое главное Это любовь Все остальное Это так И вот дальше Прочту я Как раз об этом Из Иоанна 21 глава Дальше Когда же они обедали В 15 стихе написано Иисус говорит Симону Петру Вот они кушают Рыбку Хлебушек Кушают Хорошее время Учитель С учениками У костра Общаются И вот Когда они обедали Иисус Не только Кормит их физически Он их Кормит и духовно Их сердца Еще больше Изголодались Они физически Конечно Изголодались Там Плавание На воде Ловили Ничего не поймали Вот Изможденные Вот им надо покушать Вот Иисус им приготовил уже И рыбки Пожарил им Там Испек им рыбки Вот И хлебушек У него Все готово Вот они кушают А Иисус еще И говорит им Что-то Очень важное Обращаясь к Петру Он По сути Обращается Каждому Из учеников Симон Ионин Любишь ли ты Меня Больше Нежели Они Вот Показывает На учеников Больше Нежели Они Ты Меня Любишь Вот Так Петр Говорит ему Да Господи Ты знаешь Что я Люблю Тебя Говорит ему Паси Агнцев Моих Еще Говорит ему В другой Раз Они Опять Кушают Сидят У Костра Рыбка Хлебушек И он Опять Ему Говорит Симон Ионин Как бы Симон Ионович Да Любишь ли ты Меня Интересно Да Порой люди Прожили Вот И Вместе Много Лет Вот Наш Епископ Юрий Да У них Была Уже Золотая Свадьба И уже Больше Пятидесяти лет Они вместе В браке И там Допустим Сидим на кухне С ними Чай пьем Вот так Интересно Юрий Михайлович Тоже Отзвучит У них Любишь Меня Уже Больше Пятидесяти лет Вместе Живут В браке И вот Спрашивают Друг друга Ты меня Любишь Любишь Меня Вот Интересно И Господь Вот Сколько мы На этой земле Живем Хоть Сто Двадцать Вот Вчера Был день рождения Ну и день смерти Одновременно Так получилось В один день Он и родился В один день И умер Машера Бейнум Пророк Моисей Вчера Седьмое Число Было Адара Второго Вот Четырнадцатого Марта В этом году Выпало На седьмое Адара Вот И Седьмого Адара Как раз День рождения И день смерти Вспоминаем Пророка Моисея Даже Сто двадцать лет Как Моисей Проживи Мы обычно Желаем друг другу До сто двадцати лет Вот Вспоминаем Моисея Вот А по новозаветному Вообще Без Лимита Вот И Все равно Каждый раз Каждый год Каждый день Фактически Да Бог будет тебе Говорить Ты любишь Меня Вот А здесь Даже спрашивают Так радикально Господи Петр Говорит ему Господи Ты знаешь Что я люблю тебя Иисус Говорит ему Паси Овец моих Говорит ему В третий раз Симон Ионин Любишь ли ты Меня Петр Печалился Даже Что в третий раз Спросил его Любишь ли Меня Вроде как По-человечески Это как бы Признак Сомнения Первый раз Спросил Понятно Второй раз Переспросил А третий раз Вроде как Сомневается На самом деле Нет На самом деле Не сомневается Петр Печалился Что в третий раз Спросил его Любишь ли Меня И сказал ему Вот ради чего Иисус Доставал его Вот Ради чего Господи Ты все Знаешь Вот он как Сказал Господи Ты все Знаешь Ты знаешь Что я Люблю тебя Иисус Говорит ему Паси Овец Моих Интересно Вот Действительно Вот так Вот Порой Достает Нас Господь Вот Одной Одной И той же Ситуацией Одним И теми Вещами Одной И той Мысль Одним И тем Вопросом Не для того Чтобы По плохому Нас достать А по хорошему Чтобы из нас Что то вышло Из нашего Нутра Что то Вырвалось Что то Очень важное Что он то Все знает Чтобы вот это Просто Да Господи Ты все Знаешь Ты знаешь Я люблю тебя Все Чтобы больше Не удерживался Чтобы это все Вышло из тебя Признание Это Любви И поэтому Любая ситуация Все что в жизни Происходит нашей Это Богом Действительно Допущено Чтобы из нашего Нутра Вырвалось Я люблю тебя Я люблю тебя Ты знаешь Все И причастие Что такое Причастие Это вот Самое Ты знаешь Все Я люблю Тебя Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Спасибо Сегодня Снова Совершаем Причастие Пусть из нашего Нутра Вырвется Вот это Признание Ты знаешь Все Я люблю Тебя Спасибо Тебе Господь О Ты Знаешь Все Ты Знаешь Все Я Люблю Тебя Я люблю Тебя, Ты знаешь все. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Благодарю Тебя, Господь, и этим причастием, доколе Ты придешь, доколе Ты вернешься, мы снова и снова совершаем это хлебопреломление, акт любви, чтобы воскликнуть к Тебе изнутра своего, из сердца своего. Ты знаешь все. Я люблю Тебя. Спасибо Тебе, Господь, Боже. И все обстоятельства жизни, все, 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 абсолютно все, для того, чтобы наши души воскликнули к Тебе. Ты знаешь все. Я люблю Тебя. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Спасибо. Благословен Ты, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. Я сегодня скажу иначе, Господи. Я сегодня скажу так. Благословен Ты, Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб с небес, хлеб с неба, хлеб свыше, сошедший. Машиаха Иешуа, Христа Иисуса, Господа моего, спасителя моего, целителя моего, освободителя моего, брата моего, друга моего, наставника, учителя, твоего агнца, твоего святого Божия агнца, взявшего на себя мой грех, грех всего мира. Благодарю Тебя, мой Бог и Царь. Аминь. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной, свыше, отдав по великой своей любви, доказав свою великую любовь, однажды и навсегда, доказав ко всему человечеству, ко мне лично, ко каждому из нас, свою безграничную любовь, отдав Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя, Господь, за дар Твой, жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Спасибо Тебе, милостивый Государь, спасибо Тебе, Царь Вселенной, за Духа Святого отдельное огромное спасибо Тебе, Боже. Спасибо за Утешителя, спасибо Который, за Утешителя, что всегда со мной, всегда с нами. Спасибо, спасибо Тебе, Господь. Мой в небе дом, спасибо Тебе, спасибо. Аллилуйя. Любовь Христа безмерно велика, Начала нет и льется, как река, И как волна лапзает берега, И глубока, светла и широка. И если б не было любви, Любви Христа, Мы б не смогли Иметь надежду вечно жить, И как спаситель всех людей любить. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе за всё. Спасибо. Ешьте, пейте, братья, сёстры, Радуйтесь. Кровью Иисуса Христа, Агнцем, Агнцем Божьего, Его ломимым телом Я спасён, исцелён, благоставлён Всеми благословениями небес. Спасибо Тебе, Господь Святой. Спасибо. Огромное спасибо. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо. 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 Это великое чудо. Кровь Твоя истинная из пятия. И тело Твоя пища. Боже. Спасибо. Спасибо. Ты хлеб, сошедший с небес. Ты Агнец Божий, Закланный от века. Благодарю Тебя, Господь, За победу Твою. Благодарю Тебя За великую честь, Боже. Жить с Тобой, Жить в Тебе И быть храмом Твоим. Ты живёшь во мне, Господь. Спасибо Тебя. Ляхаем За жизнь мира Ты отдал свою жизнь. Благодарю Тебя, Господь, За всё. Чашу Господню Принимаю. Имя Твоё, Господь, Призываю. Ют-Хей-Вав-Хей Иегова Творец неба и земли Всего видимого, невидимого Отец Мой Бог и Царь Благодарю Тебя Великий Государь Благодарю Тебя Ваше Величество Благодарю Тебя Мой Небесный Отец Мой Любящий Папочка Благодарю Тебя Создатель всех миров Благодарю Тебя За Твою Любовь Благодарю Тебя За Сына Твоего Иисуса Благодарю Тебя За Воскресение Моего Господа Моего брата Моего друга Моего Наставника Учителя Ишуа Машиаха Иисуса Христа Которым и я воскрес И посажен одесную Тебя на небесах Спасибо Тебе Господь Мой в небе дом Спасибо Тебе Господь За Новый Иерушалаем За Новый Иерусалим Благодарю Тебя Господь Благостави Всех нас Благодарю Благодарю Господь Тебя Боже Благостави Братьев моих сестер Боже И пусть наши не только Физические глаза видят И наши физические уши слышат Пусть наши сердца Слышат и видят Духом Твоим Святым Господь Воскреси Церковь Свою Ты есть воскресение И жизнь Благодарю Тебя Мой Бог Спасибо Тебя Аминь Аминь Лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь Лицо Своё На Тебя И даст Тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь 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 Благоставляю вас Братья и Сестры А сейчас я буду Уже собираться Уезжаю Сегодня в Бердычев К моим друзьям Еврейскую общину Вот И Если получится В 6 часов вечера То подключусь Надеюсь что получится у меня По крайней мере через телефон Попробую Вот Подключиться Сделать прямую трансляцию Вот Если не получится То уж не обессудьте Вот Утренняя молитва Субботня Шаббат Я не знаю Получится или тоже Но надеюсь тоже будет получаться Я ещё не знаю Я давно не был в Бердычеве Последний раз я был там Когда В 99-м Или 2000-м Где-то так Очень давно Одним словом Лет 20 уже прошло Вот Я был Не в еврейской общине Тогда я был в гостях У Пятьдесятников Там Красный Такой домолитвенный Какой же это год был Ну ладно Его даже ещё тогда Не достроили По-моему Ещё тогда Ещё Там Какие-то работы шли Там достраивали Прямо Туда ещё только построили Я кстати спрошу Какой это был год Интересно даже Самому теперь Вот Но мы жили в Киеве Тогда Я помню Вот И С того времени Бердычев я и не был В Житомире Бердычев так мимо Проезжал Получается Вот В этот раз Еду в сам Бердычев И в воскресенье Буду там На межцерковном Межконфессиональном Собрании Служения проповедовать Церковь Силы Божья Значит Не помню адрес Я на фейсбуке Уже опубликовал Постараюсь Вообще И в блоге Своем опубликовать Информацию Более подробную Об этом служении Но Сегодня Уже после обеда Я буду знать Располагать все информации На месте буду там И Пофотографирую Запишу какой-то Наверное ролик Не знаю Там посмотрим По обстоятельствам Буду действовать Вот И в воскресенье С утра там Проповедую А вечером Здесь в Киеве Жду вас Киевляне Гости столицы украинской Всех жду На семинар Здесь На Попудренко Улица Попудренко 34А Запомните Это между метро Дарницей И Черниговская Посреди примерно Как раз Ну а Дарница Может чуть поближе Там неважно На пару шагов Вот Поэтому Приходите на служение В 19 30 Начало Там в 19 часов Заканчивает служение Церковь Христа По-моему Да Вот Одна из церквей Так Света Диченко Все получится Потому что Для Папы Нет ничего невозможного Он любит нас Аминь 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 Да Папа любит Спасибо Богу Спасибо вам Братья и сестры До встречи И на земле И на небесах Аллилуйя Благословение вам Мой в небе Дом